Ишкаролинский сад Ишкаролинского сада 16-летний Саша Филиппов пришел не с пустыми руками. Студент Ишкаролинского художественного училища захватил с собой рабочие инструменты. Писать на пленэре, то есть под открытым небом, его любимое занятие. Здесь очень живописные места, интересная архитектура. Очень интересно все закомпоновано так. На художника нашего времени, пусть и начинающего, он смотрит словно из прошлого. Как когда-то смотрел на мастеров пера своей эпохи. Сеньор Лоренцо Медичи в бронзе. Высота с постаментом почти 3,5 метра. Он жил в 15 веке, был главой Флорентийской республики. Известный государственный деятель, поэт, покровитель наук и искусств. Именно Лоренцо Медичи в свое время поддержал таких художников, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Сандро Боттичелли. Медичи собрал большую коллекцию книг, ставшей впоследствии библиотекой. При нем Флоренцо стало крупнейшим центром эпохи Возрождения. Он руководствовался тремя постулатами. Это польза государству, величие семейства и процветание искусства. Это очень близко мне и, я думаю, многим тем, кто любит культуру, любит искусство, ходит в музеи. Его муза, вот вы видите, над ним, которая вдохновляла, направляла, помогала ему. И лев, держащий семейный герб. Стоит отметить, что эта скульптура, как и весь итальянский сад, подарок ежкаролинцам от частной организации. На его создание не потрачено ни одного бюджетного рубля. Символично вдвойне, ведь именно так в свое время поступал Лоренцо Медичи. Он был крупным меценатом и сегодня, пожалуй, мог бы послужить хорошим примером для многих предпринимателей. Столь многогранную личность глава Мариэл Леонид Маркелов решил представить зрителям в стихах собственного сочинения. Рассвет эпохи Возрождения. На нашей родине туман, что вызывает сожаление. Тосканой царствует тиран. Тиран, судьбою вдохновенной и многим даром наделенный, для воплощения мечты, поэт, ревнитель красоты. Лоренцо Медичи, встречайте. Банкир, известный меценат. И он, конечно, виноват, что на правительственном сайте «Марийская аномалия» сегодня можем наблюдать величие Италии. Ну, наверное, такое представление великого человека, который создал Академию художеств в средние века. Из-под этой Академии, из-под воли этого человека вышли такие известные люди, как Леонардо да Винчи или Микеланджело. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы наша республика расцветала, и такие уникальные персонажи появлялись и у нас, на нашей земле. И вот этот шаг вперед, чтобы сделать красоту не на государственные деньги, а на деньги меценатов, создать красоту, которая бы вдохновляла, впечатляла и радовала нас. Я хочу, чтобы республика была красивой, уникальной во всей России. И чтобы именно в нашей республике мы видели возрождение искусства, возрождение высоких традиций, это нам необходимо. В этом саду продумано все – освещение, скамейки, урны для мусора, украшения еще и канадские красные клёны. Деревья неприхотливые и легко приживаются. Как, возможно, приживется и новая городская примета – приходить сюда для поиска вдохновения. Почему бы нет? Ведь красота снаружи призвана делать красивыми людей в душе. Стоит лишь просто оглянуться по сторонам, уверен Саша Филиппов, чтобы по достоинству оценить, в каком уникальном городе мы живем. Субтитры создавал DimaTorzok